Народный банк Китая уже тестирует цифровую валюту. Как сообщает China Daily, соответствующие алгоритмы разработаны и опробованы. Стоит отметить, что новый юань будет именно классической валютой в цифровом виде, а не криптовалютой. Властям КНР это нужно для ограничения теневых и фиктивных сделок в банковской сфере. В России тоже задумались о цифровом рубле. Предложение по технической части проекта уже подготовлено в Минкомсвязи. Решение непосредственно об эмиссии будет приниматься в Банке России и Минфине. Одно из ключевых обязательных требований использование только российских алгоритмов криптографии. При этом одним из важнейших вопросов остается фискальный. Статус крипторубля еще только предстоит определить. Если это товар, он будет облагаться НДС, если транзакция налогом на прибыль. Интерес крупнейших мировых регуляторов легко объяснить. Вокруг криптовалют царит небывалый ажиотаж. Их государство, будь то Китай или Россия, думает о том, как пустить спекулятивную энергию в полезное русло. Котировки биткоина совсем недавно, 12 октября, установили новый исторический рекорд, превысив отметку в 5000 долларов. Не прошло и недели, а биткоин уже пробивал уровень в 5700 долларов. Совокупная капитализация криптовалют сейчас составляет 160 миллиардов долларов. Регуляторы уже не могут списывать со счетов этот феномен, как всего лишь новомодный способ расплатиться за чашечку кофе. Однако не просто эксперты, а люди, действительно определяющие судьбы новой экономики, призывают смотреть на вопрос шире, не ограничиваясь одними лишь криптовалютами. Я думаю, что миру нужна не большая двадцатка, а большая двухсотка, если можно так сказать. Я думаю, что электронная коммерция и будет электронной экономикой. И уже не будет важно, сделано в Китае, сделано в США или где-то еще. И вы знаете, производство не будет создавать новые места, потому что машины, искусственный интеллект будут заниматься производством, а люди чем-то другим. Таким образом, создание национального платежного средства на основе технологии блокчейн не вещь в себе и не конечная цель, а лишь самый первый шаг на пути к цифровой экономике. Рустам Касунов, Вести.